всем привет вы на канале о горошке беларусь меня зовут алексей сегодня 12 ноября пришло время сделать обрезку виноградных кустов в общем то я уже начал их обрезать тянуть больше но смысла нет лист кое-где висит но подходишь пальцем нажимаешь она обламывается поэтому не приходится уже там как-то насильно или обрезать его поэтому давайте пройдемся вот здесь ряд я оставил здесь аркадия цимус и гелиус пойдемте значит ну вызревание какое-то есть но гелиус она слабо и он у меня пойдет под перепрививку поэтому здесь мудрить нечего буквально 4 почки оставляю на перепрививание здесь какая то есть одну оставлю на всякий случай мало что не проснется и где-то на пенек вот примерно вот так вот он у меня останется сейчас это уберу и будет понятно ну то есть где с гелиусом будет гелиус будет обрезаться на перепрививку поэтому тут без всяких заморочек просто режу на 4 почки остальное удаляю значит вот здесь здесь еще от корня отбивался один побег раз два три ну тоже 44 почки может сюда тоже что-то привью потому что черенков заказал много будет к чему прививать так дальше здесь ситуация тоже два побега ну так же режу на пенек здесь два побега этот получше этот похуже единственное что этот чуть чуть ниже и он с внутренней стороны этому тоже режу а этот уберу так дальше здесь еще один побег прищипливал я его он достаточно неплохой по толщине поэтому обрежем тоже пойдет на перепрививку обрежу на 5 почек потому что наверное здесь снизу не совсем удобно будет прививать раз-два-три-четыре-четыре-одна снизу и вот оставлю такой коротыш и вот так вот он пойдет весь на перепрививку здесь сейчас еще с той стороны ну вот здесь ситуация такая что этот побег этот конечно пониже но этот более толстый 1 2 3 4 все буду резать на четыре ну этот не это просто удалю на пенек вот так вот по-быстрому все по обрезаю так идем дальше все тот же гелиас вот здесь вроде бы и вот этот побег хороший но этот ниже растет и междоузли у него лучше хотя он вот с внутренней стороны поэтому наверно сделаю так ну а здесь раз два три 4 на 4 почки кстати подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии особенно по поводу перепрививки по весне а и как сохранить черенки зимой скажем чтобы вот они дотянули до июня месяца потому что не знаю либо думаю закопать либо может в песок пересыпать и куда-то поставить пишите очень важно так сейчас перейду на ту сторону начнем пока можно и с этой ну в общем то так достаточно быстро тут какие действия бери дорежь и сильно не заморачивайся сейчас поставлю на паузу включусь так дальше цимус в этом году было первое сигнальное плодоношение лозы лозы выросли достаточно длинная толстая и вызревание но сформировать на следующий год значит буду делать буквально раз два три четыре тоже ну полу буду укладывать на 4 почки может даже через раз потому что будет первое плодоношение в следующем году сильно большие не буду делать и в общем то вот так вот он будет и плодоносится отсюда пойдет может даже через один оставлю штуки три побега чтобы сильно вкус чтобы сильно вкус не напрягать побегами поэтому вот так вот так дальше следующее но здесь уже такая жирующая лоза но все равно будут то же самое ну вот сейчас дождь идет глаза мокрое гнется хорошо вот то же самое здесь более жирующие может оставлено на 5 почек хотя сейчас посмотрю раз два три 4 ну да здесь оставлено на 5 почек все вот он так будет плодоносится так сейчас на ту сторону перейду вот видите здесь лист еще висит какие-то пасынки вот дотрагиваюсь он уже отваливается поэтому так значит здесь ситуация такая же есть нижний побег и сверху более большой я наверное все таки можно было конечно и здесь оставить но оставлю вот эту эту уберу так здесь будет ситуация та же так как первое плодоношение будет но здесь междоузлия короткие поэтому наверное чуть запасом оставлю ну скажем сколько здесь раз два три четыре чуть-чуть вот так вот здесь ситуация тоже вот это вот этот побег более сильный вот этот тоненький слабый поэтому значит тоже этот обрезал здесь сантиметра три оставляю не сильно толстый побег поэтому если даже так все и пойдет вот так вот на плодоношение ну а здесь буду смотреть как уже буду повторяться 3-4 побега буду оставлять так это аркадия аркадия жирует назревание ну так себе не сказал не очень хорошее но побеги жирующие поэтому возможно буду знаю я посмотрю буду оставлять по длине ну вот побег очень толстый длинный толстые по вызреванию ну какое то есть сложно сказать где то чернее лоза где-то менее черная здесь вот что и чуть порвала ванна то же самое ну так как с вызреванием не совсем понятно поэтому наверно оставлю чуть длине 1 2 оставлю более длинный побег буду смотреть если дальше будет жировать так ну и этот тоже рукав на аркадьевом аркадия вся жирует с вызреванием не совсем понятно надеюсь что вызрева здесь примерно по метру поставляю там по весне будет видно как она будет развиваться лишние побеги удалю так здесь что-то здесь лозой либо вот видите либо когда косил либо еще что-то поэтому здесь без вариантов на обратный рост обрежу все так вот и будет так как куст жирующий все это будет ну вот получилось в этом году 4 рукава вывести вот так вот он будет это все будет закапываться укрываться сейчас свяжу по укладываю значит эта сторона уже вся обрезана пойдемте еще на ту сторону сходит так надежду азас полностью обрезал на перепрививку по 45 почек кое-где с запасом поставлял все и вот он пойдет у меня на перепрививку так толдун толдуна была в этом году небольшая сигнальная грозь взревание лозы очень плохое поэтому буду резать его на обратный рост 4 побега вывел но я не знаю ну буду вот так вот может чуть-чуть запасом 1 2 3 ну так что и вот такими вот коротышами останется здесь какой-то хвостик был выкинуть все следующем году пойдет на обратный рост ну потому что по-другому с ним тут никак вот этот вот странный который зеленый он не успевает тоже весь обрезан коротко на 45 почек пойдет на перепрививку так пойдемте дальше кусталадина тоже весь обрезал на перепрививку ну я просто смысла в нем не вижу здесь вот с этой стороны побег еще один отбился 24 обрежу на 5 почек все таким коротышом тоже пойдет под перепрививку так это что-то тоже это вкус тоже пойдет на перепрививку тоже раз-два-три чуть-чуть запасом возьму не знаю как там будет раз-два-три здесь тоже самое где-то на 3-4 почки обрезал вектор хотел не знаю хотел его выкопать и что-то на его место посадить но так как начал расти попробую все-таки обрезать на перепрививку все тоже самое ничего заморачиваться не буду причем здесь с вызреванием не совсем понятно вот такими и оставлю здесь тоже здесь наверно три побега оставлю здесь что-то от корней отбивать так все он пойдет полностью на перепрививку сейчас то поснимаю так кустик алодина глаза жирует он у меня попал под весенние заморозки начал отбивать для такой и настолько жирующая лоза но с ним я сильно заморачиваться не буду все побеги где-то примерно по метру поставляю а там видно будет друзья в общем то вот так вот можно быстро пробежаться сделать обрезку кустов на следующий год единственное что вот чтоб не удлинялись рукава ну я что-то прихожу к такому мнению что нужно оставлять какие-то сучки замещения потому что пока дождется когда отобьется побег от корня ну он удлиняется удлиняется причем а второй вариант у меня очень частая посадка где-то через два метра поэтому сейчас буду пробовать и рукава удлиняется поэтому сейчас буду делать пробовать со следующего года со смещенное плодоношение ну кто понимает что такое тот понимает более удобно когда кусты рядом сидят и старая древесина длиннее смещение не мешает потому что на сегодняшний день кусты растут рядом положил а вторую на нее кладешь и потом нужно прореживать много понятно по урожаю тоже бьет значит так подписываемся на канал ставим лайки и обязательно пишем комментарии всем пока до новых встреч